Кунделик станет бесплатным. Министр образования отметил, что был заключен меморандум и с мобильными операторами, поэтому теперь при посещении образовательных сайтов с абонентов не будут списывать интернет-трафик. А для тех, у кого нет интернета, обучение будут проходить по телеканалам и радио. Нами достигнута договоренность с двумя каналами. Это канал Балапан, который очень любят наши дети, и канал Елярна. Это республиканские каналы, которые имеют очень большое вещание, проникновение вплоть до сельских населенных пунктов, поэтому через эти каналы у нас будут осуществляться телеуроки. Мы сейчас снимаем эти уроки. В целом, нам для покрытия всей четвертой четверти необходимо снять более 3 360 телевизионных уроков. Мы работу эту начали, уже съемки идут, более 300 мы уже отсняли. Министр также прокомментировал видео с плачущим мальчиком. Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с мальчиком, расплакавшимся из-за карантина и дистанционного обучения. Пользователи сети предположили, что на видео ребенок обращается к своей учительнице. Я очень хочу в школу, я не хочу дома учиться, мне мама ругает, непонятно объясняет. Я вас соскучился, вы не болеете. Вчера я видел видео «Нур-Ислам». Меня как педагога это видео очень тронуло. Я хочу сказать, что, конечно, мама Нур-Ислама его очень любит, и она желает ему только добра, поэтому она хочет, чтобы он учился хорошо. И поэтому Нур-Исламу не следует обижаться на свою маму, надо ее слушаться и никогда не расстраивать. Конечно, я понимаю, что Нур-Ислам очень сильно скучает по своим учителям. И в целом я знаю, что очень много наших детишек, наших школьников, они сейчас очень сильно скучают как по своим учителям, так и по своим одноклассникам, и это нормально. И в целом нам повезло, что у нас в стране, в Республике Казахстан, очень много замечательных педагогов, и они заслуживают того, чтобы по ним скучать, и мы должны их ценить. Эксперты признают, что, несмотря на плюсы, у дистанционного образования есть и минусы. Это отсутствие прямого контакта между преподавателем и учеником. И еще придется сидеть час или два, смотря на экран ноутбука или компьютера, не теряя при этом внимания, как результат повышения утомляемости. Боржанжи Ахмед Ахмедер Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.